Азербайджан С весны этого года охрана границы между двумя когда-то братскими республиками возложена на части советской армии Закавказского военного округа. Понятно какая война идет. Мы защищаем азербайджанский народ. Такого противника видного нету, чтобы он стоял или противостоял армии. Просто есть банформирование, которое бесчинствует по отношению к мирному населению, прорываются между заставами, убивают мирных жителей, угоняют скот и уходят обратно. Иногда обстреливают армейские подразделения из автоматического оружия, с реактивных установок, загобойных орудий. Вот так в принципе мы видим. Последний раз батарея принимала участие в боевых действиях 7 мая. Когда чистили 5-километровую зону внутренние войска, вот банформирование, изымали оружие, батальон поднимался по ущелью, по дороге. Он был остановлен огнем из замаскированного дзота армянского. Попробовал подавить своими средствами эту точку огневую, но не смог. Пришлось нам вмешаться в дело. Кальбаджар. Районный центр, каких немалых приграничий. Сегодня здесь спокойно. Но совсем недавно гремели выстрелы, были убиты и ранены. Люди по достоинству оценили мужество солдат и офицеров советской армии. Охраной границы с Альминией занимался внутренние войска МВД СССР. В последнее время, значит, при границе Азербайджана с Альминией, эту функцию начало выполнять подразделения советской армии. Мы им еще раз, я позже случаю, значит, вражаю свою самую-самую такую искреннюю благодарность, что эти 18-летние, значит, юноша, ничем не видавший, значит, в своей жизни, иногда рискуя собственной жизнью, делают такое доброе дело. Мы им очень благодарны. Каждую ночь или через каждую ночь нас постоянно тревожит. Чем это выражается? В том, что, к примеру, три дня назад возле населенного пункта Кафан, местечко Есседляр, был пост обстрелян из автоматического оружия. Если сказать откровенно, то я могу сказать, семьи, офицеры и прапорщики наши видят очень редко. Ну, раз в месяц, если получается так. Потому что все мы находимся, мы живем отсюда за 600 километров от места, где находится наша воинская часть. Ну, а то, что касается бытовых условий, то процентов 40 квартир у нас не имеют. Ну, у нас кладбище тоже есть. Так вы кладбищем не... Причем я кладбищ? Почему? Мы ваши друзья, вы это должны знать. Вот сейчас у нас встреча будет через 20 минут. Ну, товарищ Масадов, министр... Хорошо, очень приятно. А вы были в Армении хотя бы одеваться? Я в Армении. Где жили раньше агарбазянцы? Вот, да, конечно. А как там кладбище сейчас? Ну, вы же знаете как. Там вообще ничего не осталось. Ничего не осталось, да? А у вас осталось... Это тоже показать, товарищ Масадов. Это тоже у нас будет дорога. Так, всего доброго. Поехали. Вы охраняете наши азербайджанцы? Сегодня из 10 вот солдат, 8 азербайджанцев у нас служат. Да, очень приятно. Вы охраняете азербайджанцев. Если бы не был бы, Армян нам давно стрелял бы. Нет, не одного азербайджанца. А здесь сейчас вот? А у вас еще много армян живет? Да, много. Ну, не всегда люди жили в мире же, так вот, да? Я думаю, что и дальше вы будете жить мирно. Надо договариваться жить. Вот сейчас... Если армян есть, не будет. Если армян есть, не будет. Вот армия для того и несет службу. Вот и мы здесь. Конечно, это сделать для того, чтобы... Чтобы вот эти ребята выросли, они не знали того, что сейчас знают. Страшно. Да, это очень страшно, что в родном отечестве от пуль гибнут люди. В зоне пригранища с мая по июль погибло трое, ранено 20 солдат и офицеров Советской Армии. Так что же делать? Как восстановить мир? Это бессловное выполнение указа президента СССР, товарища Горбачева, о разоружении бандформирования. По моему мнению, что просто надо обойтись мирно с их стороны. Потому что нет резоны. Нет больше шансов. Ну, нет у них шансов больше. Только сдаваться и вступать к мирной жизни. У меня только одно мнение, и даже пусть слушают все, и чтобы знали это все. Только надо разделение границ, разделение нации. Жизнь не будет. Мы думаем о том, что эта война никому не нужна. Они воюют. Сами не знают, за что, наверное. Возможно, есть такие люди, которым она нужна, но большинство людей она ничего не принесет. Никакого не было, чтобы ни то, ни те народ не чувствовал себя испуганным. Да, народ испуган. И армия будет нести свою сложную и опасную службу до тех пор, пока это будет необходимо.